здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем с вами курс видео занятий шахматы детям сегодняшнее занятие будет посвящено шахматной математике пешка самая слабая шахматная фигура ценность всех фигур на шахматной доске измеряется в пешках есть понятие силы фигуры есть понятие ценность фигуры все это измеряется в пешках соответственно одна пешка равняется по силе другой пешки остальные фигуры тоже измеряются в пешках давайте с вами попробуем разобраться сколько же пешок могут стоить фигуры конь ценность коня измеряется тремя пешками следующая фигура которую мы ставим на доску это слон ценность слона также равняется трем пешкам в нашей шахматной математике 3 плюс 3 не всегда равняется 6 например конь равен трем пешкам второй конь тоже равен трем пешкам и тут все просто 3 плюс 3 действительно равняется 6 но если мы поменяем коней на двух слонов то тут наша математика немножко изменится дело в том что два слона равны по силе 7 пешкам хотя один равен только трем следующая шахматная фигура с которой мы познакомимся это ладья ценность ладьи равна 5 пешкам и так самая сильная фигура на шахматной доске это ферзь сила ферзя оценивается 9 пешками для того чтобы примерно оценить цены короля давайте представим что он оценивается в 200 пешек это очень много у нас не будет столько полей на шахматной доске вот но сила короля и ценность короля в отличие от всех остальных фигур отличается король по силе равен четырем пешкам то есть он чуть чуть сильнее легкой фигуры друзья мои для того чтобы научиться правильно оценивать фигуры во время шахматной партии давайте мы с вами потренируемся на доске появились две фигуры белого цвета и три фигуры черного цвета ценность белых фигур оценивается 3 плюс 5 то есть 8 пешек сила черных фигур оценивается 5 плюс 3 плюс 1 то есть 9 пешек в этой позиции у черных материальный перевес у них получается на одну пешку больше теперь на доске появляется 7 фигур 3 фигуры черных и 4 фигуры белых давайте посчитаем с вами ценность белых фигур 1 плюс 5 плюс 1 плюс 3 это 10 и давайте посчитаем черные фигуры 3 плюс 9 плюс 5 получается 17 у черных большой материальный перевес черных на 7 пешек больше для чего же нужна шахматная математика она поможет нам во время шахматной партии правильно оценить свои возможности свои силы и находить наиболее правильные ходы например мы будем знать что не надо отдавать слона ценностью в 3 пешки за пешку которая стоит всего лишь навсего одну пешку то же самое с другими фигурами например не нужно отдавать ферзя за коня и помнить что король это самая ценная фигура и его надо постоянно оберегать на этом наше занятие заканчивается с вами был преподаватель шахмат степанов иван сергеевич увидимся с вами на следующем видео уроке шахматы детям до свидания а